Праздник начался с выступления народных хоровых и фольклорных коллективов, которых насчитывалось около двухсот. Все они приехали на Пушкинский праздник из разных уголков России. Инициатором этой идеи выступил Владимир Винницкий, который считает, что народную песню нужно знать и возрождать. Это душа русских людей. По образованию я хорместер. Хоровое пение для меня очень дорого. Особенно русское хоровое пение. Вы знаете, русская песня, она особенная. Многие говорят, что она как-то угасает, она превращается в какую-то эстрадную песню. Наверное, в этом есть свой смысл. Мне бы лично не хотелось, чтобы было так. Нам нужно всеми силами сохранять нашу народную русскую песню. Русская песня родилась на улице, во дворах, в полях. И мы ее вывели на улицу. Ой, загулял, загулял казак, да бесстыжие глаза. Ой, на станице, ой, да на чужой. Гуляли казаченьки, гуляли веселые, остановились на постой. Гости 43-го всероссийского пушкинского праздника знакомились с забавами и развлечениями, в которых когда-то принимал участие юный поэт. А также сами водили хороводы, катались на аттракционах, писали пером и узнавали об особенностях развития письма на Руси. Кроме того, все желающие могли посетить выставку работ народных художников и мастеров прикладного искусства, а также приобрести понравившийся экспонат. Официальная часть праздника началась с дефиле. Театральные артисты представили модные образы 19-го века. Только вдумайтесь, 43-й пушкинский праздник. Я знаю, я узнаю этих людей, которых много лет назад сюда приводила за руку бабушка, а сегодня они привели за руку своих детей и внуков. Наша Россия будет сильна только если мы с вами будем хранить традиции. А пушкинский праздник, 43-й, он традиционный. И до тех пор, пока мы будем с вами хранить традиции русской земли, Россия будет сильной и великой. На главной сцене Большой Захаровской поляны выступали солисты столичных театров, государственный ансамбль русской музыки и танца Садко, академический оркестр, русские узоры, а также артисты исполняли арии из опер и романсы на стихи Пушкина. Возле памятника маленькому Пушкину проходило мероприятие «Свободный микрофон», где поэты читали не только стихи великого русского классика, но и собственного сочинения. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.